Доброго всем утра, дорогие наши друзья! Приветствуем вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! С вами в эфире передача «Букет благословений» и мы её ведущие Александр и Наталья. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет народ Божий, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. У меня такое было желание именно начать с этого места, что милость Божья обновляется каждое утро, и мы с вами по милости Божьей живём, движемся и существуем. Слава Господу! Мир вам, дорогие радиослушатели! Снова рад быть с вами в общении со Словом Божьим, которое открывается нам по благодати Божьей. Мы просто просим, чтобы Господь открыл наш разум к уразумению истин Его, чтобы нам не просто называться «быть детьми Божьими», жить по Его Слову, исполнять Его волю, быть добрыми рабами, чтобы когда придём, Он сказал «добрый, верный раб, войди в радость Господина Своего». И сегодня мы продолжаем тему о конфликтах. Если вы не слушали прошлую передачу, пожалуйста, найдите копию или найдите где-то в архиве, найдите, послушайте. Это очень тема, которой мы каждый день встречаемся с проблемами, каждый день встречаемся с конфликтами. Как же нам на них реагировать? Как нам не попасть в это искушение? Как нам пройти, выйти победителями? Как мы говорили раньше, это происходит в трёх ступенях. Первое — это отдели себя от конфликта. Не дай ему завязаться на тебе. Не возьми конфликт на себя. Не начинай решать свою собственную проблему. Отдай суд Господу. Отдай на Господа. Если это пришло плохое какое-то гонение, испытание, искушение, говори «Господь, это тебя гонят». Это на тебя-то происходит так же, как молилась церковь в 4 главе Деяния апостолов. Если же приходит хвала, похвала какая-то, финансовое благосостояние, приходит какая-то гордость стучится в наше сердце. С хорошим таким лицом, как ангел света. Отдели себя от этого конфликта. Обоздай всю славу Господу. Скажи «Я раб, ничего не стоящий», дабы не попасть под искушение. Вторая ступень — это остаться в своём предназначении. Отдели себя от конфликта. Исполни то, что Господь хочет от тебя. Это то, что Он предназначил тебе исполнить. Это и есть главная цель каждого христианина. И третье — это чтобы во всём этом прославился Господь. Если же мы пропустим конфликт в себя, мы не исполняем предназначение. Не исполни предназначение — не прославился Бог. Поэтому давайте смотреть на то, чтобы нам отделить себя от конфликта. Имея конфликт, не быть самому в конфликте. И об этом наше продолжение этой темы. Цикл наших передач мы базируем на деяния святых апостолов. Как они отделяли себя от конфликта. Итак, мы продолжаем исследовать деяния апостолов. И я хочу сейчас зачитать ситуацию, которая произошла в Лиде. Случилось, что Пётр, обходя всех пришедших к святым, живущим в Лиде, там нашёл он одного человека именем Инея, который восемь уже лет лежал в постели расслабленный, то есть парализованный. Пётр сказал ему, «Иней, исцеляй тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал, и увидели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые обратились к Господу. Нет конфликта. Бог производит чудо через Петра. Исцеление — результат покаяния жителей Лиды и Сароны. Люди хотят видеть проявление Божье, чтобы увидеть своими глазами и поверить в Творящего Творца. Другое чудо происходит в Иопии. Пётр выстал всех вон, но это имеется в виду за Тавифу, которая умерла, ей жаловались и показывали рубашки, которые она шила. И он, преклонив колени, помолился и обратился к телу, сказал «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев, Петра села. Он подал ей руку, поднял её и, призвав святых и вдовиц, поставил её перед ними живою. Это сделалось известно по всей Иопии. И многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Саша, как ты думаешь, почему не происходят вот такие проявления чудеса в наше время? Из-за чего это? Конфликт в самой теологии. Одни говорят, что нужны эти чудеса, другие наоборот, что это не нужно. Другие говорят, другие пытаются исцелять, где только можно, руководясь своим учением. Неужели Господь не заинтересован в том, чтобы имя Его творилось и прославлялось через чудеса, через знамения или всё-таки в конфликт в самом христианстве? Я думаю, что Бог хочет отпустить измученных на свободу, дать им исцеление. Но настолько мы приготовили себя для того, чтобы Божья благодать могла через нас проявляться. При жизни Христос главной целью ставил спасение вечной души человека, чем просто исцеление от временной болезни. Даже сегодня я слышу, как кого-то Бог исцелил, а потом болезнь опять вернулась. Потому что болезнь — это только результат неправильного внутреннего мира. И если не поменять мышление человека, то он опять будет наступать на те же грабли, пока не пройдёт прозрение, что это неправильный путь, и только тогда человек начинает жить по-новому. Иисус сам о себе сказал, «Вижу Отца Творящего, и потому и сам творю. Что слышал у Отца, то и вам сказал». Как и в этом случае у Петра, было что дать. Когда он видел Хромова, он говорит, «Того у меня нету, денег у меня нету, но у меня есть помазание, у меня есть сила Божья, у меня есть присутствие Божье». И через это понимание, откровение его, что он в Боге, и Бог в Нём. Если в Нём Бог, и он видит Боготворящим, он знал Иисуса своего как Боготворящего, поэтому и он творил. Поэтому он дал то, чем сам был наполнен внутри. А когда он раньше ходил в этот храм, там раньше сидел этот хромой, но пришло время для этого человека быть здоровым. И Бог дал ему исцеление. При этом Бог использовал Петра. Но есть и другие места из Писания, когда написано «посмотрел и увидел в Нём веру». Интересно даже то, что падающая тень проходящего Петра исцеляла людей. Так и мы, если научимся оставаться в тени, и оставаясь там в тени, отдавать всю славу Богу, который и является источником света и источником исцеления. Я уверен, Господь готов и сегодня действовать. Он хочет и сегодня исцелять, сегодня воскрешать, сегодня поднимать. Он хочет славить имя своего Небесного Отца. И мы это хотим. Только уж сильно мало делателей, а жатвы так много. Поэтому в Писании Иисус сам говорил в слове, что молите Господина жатвы, чтобы выслать их делателей, людей, которые будут делать, не просто говорить, думать, а делать. Господь заинтересован, что бы мы делали. Насколько у нас уровень нашей веры в Слово Божье? Иисус говорит, «Я видел Отца Творящим, я слышал и поэтому говорил». Мы, читая Слово Божье, много раз слышим с кафедры, много сами читаем. Бог говорит, «Я даю вам всякую власть, даю вам всякую силу, дал вам помазание, вы мои дети, имейте этот перстень усыновления, идите и завоёвывайте этот мир для Бога». А мы, слыша Бога говорящим, не делаем. Видя Его, ничего не производим. Он говорит, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на свою жатву. Жатвы действительно много, делателей мало. А я постоянно так молюсь, потому что я понимаю, поскольку я сама пришла с мира, я понимаю, насколько это важно для погибающих людей, чтобы пришли эти делатели, и Господь отверг сердца, чтобы люди могли услышать Слово Божье и спасались. Потому что я прекрасно понимаю, как гибнут сейчас эти молодые, даже с верующих семьей, дети, мужья, жёны, которые ушли в мир, которые не познали Христа, не познали Его любовь, не отдали свои сердца Господу, они погибают. Плачут родители, плачут. Но дети не поняли этого, не приняли Христа. Ну, принял Он водное крещение, но Христа-то Он не принял в сердце. А никакие обряды, никакие служения не спасут, если человек не познает самого Христа, не откроет Ему сердце. Личная встреча с Иисусом меняет Его. А обряды, даже такой обряд, как принятие водного крещения, это своего рода обещание, но это обряд. А вот исполнение того, что ты пообещал, это есть реальная жизнь в Духе. Потому что ты пообещал там, крестившись в церковь, нужно ещё креститься в тело, исполнить то, что ты наобещал, исполнить, быть телом, которое движимо, которое двигается, делает что-то для Бога. Это и есть крещение в тело. Исполнить то, что пообещал на воде. Вот смотри, мы в прошлой передаче говорили о молитве апостолов, да, вот как апостолы молились, о том, что они Богу говорили, что восстали на помазанника твоего царей. Они показывали, что всё, что даже церковь, они показывали, что на церковь вышли, восстали на церковь, как Христа показывали, церковь глава. И они показывали, что на церковь, как на главу Христос, которой восстали цари. Они не на себя говорят, а на церковь. Вот меня поражает, насколько они понимали все эти вещи. И они просят, они говорят, Господи, дай нам дерзновение, ты сам совершай суд с противниками твоими, сына твоего, а нам дай дерзновение говорить слово твое, проповедовать, исполнять то, к чему ты нас призвал. И вот мне нравится окончание этой молитвы. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением. Это результат услышанной молитвы. Господь их наполнил Духом Святым, и место от присутствия Божьего поколебалось. Господь услышал и ответил на их молитву. Они поняли, что Бог принял эту молитву. А у нас хочется трогого раза, чтобы от молитвы прям поколебалось место, чтобы понимать, что Господь принял эту молитву. А мне кажется, что мы иногда молимся, больше Божия поколебли это место, чем соединяясь с Богом. Да, вот именно. Вот именно. Вот о чем я говорю. Они ничего подобного не просили. Они единственное просили дерзновения продолжать прославлять имя Божье, чтобы по всему миру люди узнали спасались. Интересно в этой молитве, как они видят Иисуса Христа главой церкви. Все конфликты, которые и проблемы приходят к нам в жизнь, они приходят через нашу голову, они приходят через наш разум. И там в разуме нужно отделить этот конфликт от себя. То есть, тело еще продолжает делать свою функцию, оно еще работает, оно не отвлекается. Но в разуме уже приходят стрелы от дьявола. Это помыслы приходят, что-то происходит с человеком. Сделай так, а может это правильно, а может неправильно, а может взять, а может нет. А что делать? И это происходит война в разуме человека. Арена, это является разумом человека, где плоти дух воюет. Это где конфликт приходит в наше, хочет попасть в наше сердце, но через разум он должен пройти. Поэтому, если мы в разуме ставим ему преграду, отделяем его, говорим, нет, ты не зайдешь в мое сердце, ты не войдешь в мое тело, ты не остановишь движение моего тела. Мое тело будет продолжать функцию тела Иисуса Христа. Оно будет продолжать служение Богу, продолжая свое предназначение исполнять. А разум, он воюет, Бог воюет за нас. Поэтому Библия говорит, мое отмщение, я вас дам. То есть отдайте, чтобы в разуме Господь отделил это все для вас. Вы отделите от себя, и Господь будет воевать за вас, потому что вы еще в разуме отделили себя. Поэтому это есть великий такой прообраз, действительно, как Христос, глава церкви, и как это все приходит в нашу голову. Приходит только для одной цели, пусти в сердце, остановится все тело. Ты стал бесплодным для Бога, потому что ты в свое сердце пустил какую-то ложь, какой-то конфликт, который пришел, какое-то расстройство, какая-то обида, негодование, какая-то злость, что-то пришло в твое сердце. Оно сразу стучалось тебе в разуме. Там поставь отделение, там останови это беззаконие. И Бог говорит Каину, у порога сердце лежит, у порога, еще не в сердце, у порога, в разуме в твоем, Каин, пришло грех стучиться, ты господствуй над ним. Там, где человек отказался господствовать, там он получает поражение. Господствуйте над конфликтом, господствуйте над проблемой в себя, в разуме, не дайте ему войти, повелевайте ему уходить. Интересный такой пример из личной жизни. Вообще редко привожу примеры личной жизни, но сейчас пришло мне на память, когда я молился и мысли просто так роились в голове, просто они сбивали меня, не мог молиться, не мог соединиться с Богом. Я чувствовал, что вот осталось чуть-чуть, чуть-чуть, и я уже буду у Божьего престола. Мысли, прямо с голова начала болеть. Я им повелел, я положил руку себе на лоб, и я повелел во имя Иисуса Христа, мысли, встаньте в ряд и не мешайте мне молиться. Я был просто удивлен, как тихо стало у меня в голове. Я сказал, ничего себе, так это же просто что духовный мир, который хочет сбить меня, чтобы я не достиг соединения с Богом, чтобы я что-то потерял, чтобы я что-то не получил от Бога. Приходит что-то в наш разум, и он начинает закипать, он начинает что-то переживать, что-то думать. Бог даёт мир. Вот так само и в нашу жизнь приходит конфликт. Останови его, не дай ему пройти в твоё сердце, и ты будешь жить победоносной жизнью в Иисусе Христе. И ты знаешь, вот самое интересное, что конфликты это наше испытание. Вот когда приходит конфликт, как ты повернёшь, в какую сторону? Или ты будешь бороться сам с этим конфликтом? Или ты действительно отделишь себя от этого конфликта, и даже Богу, как говорим, мы часто говорим, Господи, разберись сам, но мы же не даём Богу даже разобраться с этим конфликтом. Мы сами воюем, мы сами разбираемся, а потом начинаем молиться, Господи, а что ты не вмешался? Мы даже не даём Богу разрешить этот конфликт. Смотри, сейчас интересная тоже мысль пришла. Конфликт — это своего рода пустыня, которую человек проходит. Человек попадает в пустыню по двум причинам. Обрастивший собственной походью попадает в проблемы, и Бог выводит человека в пустыню, чтобы научить его воевать. Вот Иисус после водного крещения введён, был Духом Святым. Написано в еврейском педагоге, как Он толкал его в пустыню, влёг его туда. И смотри, что делал Иисус? Как Иисус, будучи человеком на земле, отделял от себя конфликты. Диалом говорит, ты же хочешь кушать? Ты же Бог, ты Сын Божий. Возьми, сделай из камня хлеб. Он не принимает на себя этот конфликт, этот вызов, а говорит, написано. И он его отводит на Бога, на Писание. Говорит, поклонись мне. Говорит, Господу Богу твоему поклоняйся. То есть, он не принимает Бог, Иисус Христос, как человек, будучи на земле, не принял на себя этот вызов. Он говорит, а написано. То есть, Божьим Словом он отражает. Так само и молитва была апостолов, первой апостольской церкви. Они переводят всё на Бога. Это на Бога восстали. Есть местописание, которое нам говорит, исполни твоё предназначение, я это исполняю. А вот Бог будет разбираться со всем остальным. Поэтому вот интересно, чтобы нам в мыслях наших наполнять себя Словом Божьим. Когда у нас будет помышление о Боге, это как бы лучше угодить Богу, как бы нам больше сделать для Бога. Когда придёт конфликт в нашу жизнь, какой-то плохой помысл или какое-то искушение, если наш разум наполнен Словом Божьим, нам легче будет противостоять. Это будет укреплённая вера. Это у нас будет щит, у нас будет меч для наступления Слова Божьего в нашем разуме. Там мы будем побеждать. Если мы там победим, тогда мы будем жить победоносной жизнью. Если мы проиграли там, мы не сможем исполнить волю Божью. И как написано, как ты простираешь руку твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Сына Твоего Иисуса Христа. Вот мы говорили в прошлой передаче о разнице между тем, что молиться, говорить, исцелять во славу имени своего и во славу имени Божьего. Вот именно апостолы, они всю славу отдавали Богу. И даже вот это говорит, что ты простираешь руку твою на исцеление. Они понимают, что исцеляют не они. Они понимают, что приходит это не от них, не они супердорованные, а это всё приходит от Господа. Человек-сосуд, который наполняет Господь и использует его. Именно через этот сосуд Господь использует. И наполняя этот сосуд, Он посылает туда, когда нужно, тому, кому нужно. Ведь, вот как ты говорил в прошлой передаче, пишется книга, да, что ты должен это исполнить то и то и то. Не напрасно тогда пошёл Пётр в Иопию, не напрасно пошёл в Лиду, потому что там должно быть явлено было чудо, чтобы прославилось имя Божье. Покаялась Иопия, покаялась Лида. Люди, которые там видели это чудо, они воздавали Богу славу. Человек хромой, слепой, исцеляется. Люди не прославляли, там написано нигде прославили Бога. Всё это делается для славы Божьей. Люди, которые есть, которые и людей прославляют, но там именно в тех моментах и прославляли Бога, потому что они понимали, что учениками явлено было чудо, и только Бог мог это сделать. Помнишь этот конфликт, который пришёл в жизнь Павла и Варнавы? Когда они пришли и посчитали их за богов и начали, хотели жертву принести, то они не приняли этот конфликт, сказали, о, ну да, мы же вот такие одорованные, масс Бог использует. Они сказали, остановитесь, мы никто. Мы просто принесли Божье послание к вам. То, что вы видите, это рука Божья всё делает. Человек не принимает похвал, человек не принимает славу себе, а даёт всё Господу. Поэтому, и когда даже тебя похвалили, передай это всё на Господа, сказать, это Господь сделал. У нас человек, мы как бы, будучи такими людьми благодарными, мы говорим кому-то спасибо, но мы благодарим Бога из этого человека. Поэтому, когда человека хвалят, это очень опасно, потому что Бог сказал, с мою славу, я никому не отдам. Если хотите быть использованы Богом, никогда не присваивайте себе славу, отдавайте всегда всё Господу. Вот самое интересное, что я имела говорить о евреях, как евреи воздавали хвалу Богу. Видя человека исцелённый, евреи воздавали хвалу Богу, а язычники, наоборот, воздавали славу человеку. Вот разница, и казалось бы, они служат Богам, но они видели совершенно неправильное представление Бога, поэтому они воздавали славу людям и видели в людях уже Богов. Вот в чём разница между тогда евреями была и язычниками. И вот я читаю дальше. В результате молитва была Богом услышана, и дальше пишется, что у множества же, у веровавших, было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее. Множество, ну это не говорит, что это абсолютно все, но большинство, из них были едины и горели любовью именно друг к другу, помогая друг другу и восполняя нужды именно друг друга. Чем могли, тем и помогали. Это результат благодати Божьей через апостолов. Как они именно показали Христа, как они открыли им Христа. Вот в чём важно, как проповедуется Христос. Проповедуется ли сам человек, сам себя проповедует, или отдаётся вся слава Божья. Открыв любовь Божью, они открыли Христа им, насколько Христос и возлюбил человека. И они от благодарности Христу начинают служить друг другу. Представляешь, насколько это взаимосвязано? Возлюбив Христа за спасение, насколько апостолы открыли им любовь Божью. Я только так это вижу, потому что это результат единства, потому что они соединённые были в любви к Богу. И они от любви к Богу уважали друг друга. Это насколько важно понять. И тоже интересно, это разрешение конфликта. Как я говорила, за то, что молитва отдают суд Богу, просят у себя именно иметь дерзновение. Бог слышит эту молитву, потряслось в местах, где они находились. Результат — это единение в церкви, любовь, потому что у них правильное было отношение с Богом, правильно они несли Христа, правильно они объясняли эту любовь Божью и сами служили примером. Вот этот секрет всяких апостолов, его служения. Отсюда все, вот написано, первая церковь была едина. И насколько это важно понять, как мы преподносим Христа. Вообще, что такое, по сути, конфликт? Это вообще несогласие. Несогласие в мыслях, несогласие внешнее, несогласие в служении, несогласие друг с другом, несогласие… Это несогласие сторон. Одно говорит… Вот как мысли бывают, знаешь, одна мысль говорит одно, вторая мысль говорит другое, и мысли атакуют. Это уже несогласие в человеке в самом себе, в мыслях. Следующий конфликт, когда Господь Духом Святым не допустил неправды в церкви. Вот мне этот момент очень нравится. Я зачитаю его. «Некоторый муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принёс и положил к ногам апостолов. Но Пётр сказал, Анания, для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твоё ли было? И приобретённая продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты вложил это в сердце твоём? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сие слова, Анания пал бездыханный и великий страх объял всех, слышавших это. Конфликт, сам конфликт возникает внутри церкви, возникает неправда между святым Богом и греховным человеком, что мерзость для Бога, грех в глазах, я имею в виду грех в глазах Божьих. Для человека кажется это не очень страшно. Кто может знать мысли человеческие, как не Дух Святой сам человек? Вот вопрос. Почему важно было показать ложь и лицемерие нечестных людей, прилепившиеся к Первой Церкви? И почему подобного не происходит в наши дни? Смотри, хотел бы обратить внимание на конфликт, который проиграл Анания. Пётр обращается ему в своей речи и говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, слагать Духу Святому? То есть Анания в разуме была, мысль была, но ты допустил её вложить в своё сердце. Ты дьяволу дал возможность проникнуть в твоё сердце. Итог твоего проигранного конфликта — смерть. Потому что ты ищешь не то, что Божье, а ищешь своей земной похвалы. Ты хотел, увидел хороший пример Варнавы, который продал всё своё имущество и отдал всё на служение в церковь. Ты хотел такой же славы и похвалы, как имел Варнава. Но ты хотел и для себя хорошо пожить. У тебя мысль, ну зачем всё отдавать, можно себе чуть оставить, и что же человек, то же мне нужны, нужны свои проблемы, нужно пожить. И Анания проглотил эту мысль. Говорит, утаил, скажем, что продали, и все деньги отдаём, а себе немного оставим, чтобы не хуже всех жить в церкви, чтобы мы всё отдадим и что будет с нами дальше. Мы же тоже хотим хорошо жить. И человек не отвёл от себя этот конфликт, проглотил, позволил дьяволу вложить в сердце эту мысль. И они приходят с этими действиями, и они думают, что у Бога, святого, это пройдёт такой номер. «Но Дух, Он знает по мышлению намерения человеческие». Этот человек смотрит только «Вау, человек принёшься так много денег, давай быстренько посчитаем сколько, ох, какой ты молодец». Это то, что делает человек. Слово Божье, Дух Святой, это меч обоюдоострый. Он просекает это доброе дело и смотрит на мотивы, на мышление, на мирение человеческое. И он там нашёл Ананию проигранным в конфликте человека. Он говорит, Анания, зачем ты позволил дьяволу положить в сердце эту негодную мысль? И умер Анания от этих слов. Проиграл. Проиграл, потому что физическую благонадёжность хотел ещё и иметь при этом всём и похвалу от людей. И думал, что это в духовном мире будет работать точно так же. Но это не так. Если в церкви можно ходить в церковь и в одно время ходить и в кинотеатры, можно в одно время чуть там что-то выпивать, где-то что-то делать и при этом ещё оставаться членом церкви, никто не знает. И ты себя усмиряешь, успокаиваешь тем, что меня ещё не отлучили, я ещё член церкви, ещё всё нормально. Это в твоём физическом мире ты ещё не отлучённый. В духовном же мире Дух Святой просветил этого Ананию, как ты уже проиграл. В духовном мире ты проиграл. То, что проходит номер в церкви, не пройдёт, когда ты будешь в теле Иисуса Христа. Он говорит, негодная ветвь сухая обрезается, выкидается в огонь. Тело или орган в теле, который не послушен главе, он либо лечится, либо отсекается. И Библия нам говорит, лучше тебе войти без руки, без ноги, отсеки это от себя. Ты не стал благоприятным для Господа. Тебя влечёт что-то другое. Тебя пришёл конфликт через руки, обрежь руки, через глаз, обрежь глаз, останови это в своём разуме, чтобы тебе не проиграть, как Анания. Утаил, хотел пожить и хотел благословения, хотел и хвалу от людей, и проиграл, и умер. Отделение должно происходить в нас всегда. Дух Святой, почему это так важно, было показать эту ложь и лицемерие нечестивых людей, которая прилепилась к этой первой церкви. Они были частью этой церкви. Зло хотело проникнуть, неправда хотела проникнуть в Дух этой церкви, чтобы разрушить то единение, то соединение, которое они имели. Это был бы тот черт, который пришёл бы, сделал бы много вреда. Это корень, который хотел проникнуть, что-то сделать. Поэтому Дух Святой, как будучи домостроителем этой церкви, Он не позволил этому произойти. Он не позволил пройти этому греху. Поэтому церковь, она должна отделить себя от мира. Церковь, она святая, отделённая. Дух Святой является домостроителем церкви, и Он не мог допустить, чтобы грех проникнул в святое строение. Давайте прочитаем такое местописание Исаии, 57 глава, 11 стих. Бог говорит, «Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною и меня перестала помнить и хранить в твоём сердце?» Что-то другое попало в сердце человека. Не от того ли, что я молчал и при том долго, ты перестал бояться меня? Вот в этом и есть вся проблема. Бог, Он долго терпит, Он не спешит обличить, наказать, умертвить человека. Я думаю, что бы было бы сегодня, если бы Бог делал так же самое? Чтобы когда пришёл, ты человек со грехом, с какой-то неправдой и умер. Если бы мы посмотрели в наши сердца, сколько бы осталось действительно таких живых христиан, которые ходят, я имею в виду физически живых христиан, которые ходили бы в церковь, остались бы только живыми те, кто Бога внутри носит, кто хранит своё сердце. И здесь Висайя, Он говорит, «Почему ты испугалась и устрашилась, что сделаешь мне неверную, перестала помнить и хранить в твоём сердце? Не от того лишь, что я долго молчал, и при том долго молчал. Ты перестала бояться меня». В этом вся проблема. Псалом 49, 21 написано «Ты это делал, и я молчал. Ты думал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя и представлю пред глазами твоим грехи твои». То есть придёт время. Я уверен, что это придёт Бог перед своим пришествием. Он будет обличать таких людей, будет просеивать. Он только житницу возьмёт, только возьмёт пшеницу в свою житницу. Поэтому проверить себя на примере Анании, на человека, который проиграл в конфликте и умер. А почему он поверил? Потому что он думал, ну, пройдёт такой номер. Пройдёт. Если проходит в физическом мире, значит, и в духовном пройдёт, а в духовном по-другому. Когда человек находится в контакте с Богом, это огонь. Это огонь благословляющий, огонь поражающий. Это огонь поедающий всякое нечестие, всякую неправду. Это огонь освящающий. Поэтому, когда мы встаём в духовной жизни, соединяемся с Богом, эти вещи не пройдут в духовной жизни. Бог обязательно их вскроет. И Пшалтырь, как я прочитал здесь, говорит, «Ты думал, что я молчал, что я это попускаю, что я разрешаю, что я такой, как ты?» Нет, изобличу тебя и представлю пред глазами твоими всю ноготу твою, все грехи твои во спасении души твоей. Чтобы Бог это сделал при жизни нашей. Чтобы, когда мы придём в суд, там уже будет поздно оправдываться, там будет поздно каяться, там будет просто окончание, как вердикт всей твоей жизни. «Пойди, ленивый раб, негодный раб, во тьму внешнюю, нет тебе участи в свете Божьем». Ты знаешь, ты это всё говорил, а я представила, вот небо, архангел, сияющий среди камней лучезарных, ходит, в славе Божьей находится, и тут гордость подступает, и он падает, и падает с неба, со славы Божьей, и падает. И я вот сидела и думала, не обязательно быть похожим на, именно на Ананию, на Сапфиру, не обязательно быть похожим, там кто-то там пьёт, выпивает, а достаточно быть похожим на фарисея, который молился в храме и говорил, «Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, я туда хожу, я и пощусь, я и молюсь, и то эта гордость подступает к человеку, этот конфликт подступает к человеку, а он не знает, что он в конфликте уже находится с Богом, ему кажется, что он правильно ходит, правильно понимает, он себя видит правильным, а Господь показывает через ситуацию, какую-то попустит ситуацию, и показывает человеку, какой он есть на самом деле, и человек говорит, «А я-то думал, что я вот такой, вот такой, вот такой». У меня просто в картине, так знаешь, представился вот этот мытарь, он молится, а потом ты сказал, «Господь откроет наготу». Я думаю, «Господь откроет этому фарисею». В один прекрасный момент вот его наготу. Это, конечно, ужасно. Помоги нам, Господи, хранить себя и ходить во славу Божью и следить за собою, как написано. Вникай в себя, в учении, занимайся этим постоянно. Вот следующая ситуация. Вот, допустим, снова у апостолов конфликт с фарисеями. «Придя же их, поставил в Синедрионе и спросил их священник, говоря, «Не запретил ли мы вам накрепко учить о имени Сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь сына того человека». Пётр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Далее Пётр обвиняет их в смерти Христа. Услышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Но Бог руками Гамалиила вступается за них». Вот у меня вопрос. Вот ты заметил, что они не просят для себя защиты и милости, как всегда они это не делают, но смело говорят об имени Иисуса Христа, смело обвиняют служителей закона. В чём секрет их дерзновения даже в этом, в данном случае? Неужели нельзя было как-то смягчить ситуацию и говорить не так резко? Дерзновения приходят, опять же, от Духа Святого. И сами слова Иисуса Христа, которые мы можем прочитать, Марка 13 глава, 11 стих. «Когда же поведут предавать вас, не заботясь наперёд, что вам говорите, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не будете говорить, но Дух Святой». Вот это было то отношение и апостолов с Духом Святым, в общении с Богом. Они сказали те и пророческие слова Духом Святым. Это то, что Дух сказал через них. Они не обдумывали, они пришли, и тут же Иисус так и сказал, «Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Поэтому что их облегчались? Бог пришёл, он обличить мир во грехе для того, чтобы мир этот и люди, которые знают Бога, но реально не познали Его, чтобы открылись их глаза. Поэтому и нужно обличительное слово. И тем более, что это делает Дух Святой, а не сами апостолы. Но вот следующая проблема внутри служения. Это часто у нас бывают там в церкви какие-то есть проблемы. Это конфликты какие-то бывают. И вот здесь у них случилась проблема в служении. Это проблема с вдовами. Это в деянии в шестой главе. «В эти дни, когда умножились ученики, произошёл у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были ежедневным раздаянием. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пещись», как там это слово, пещись, или как оно произносится, заботиться другими словами о столах. Вот они отделяют себя от этой проблемы. Каким образом они отделили себя в этом случае от проблемы, от этой ситуации или конфликта, как сказать? Ну да, это вот эти три ступени отделения или как работы человека над конфликтной ситуацией, не допуская её вовнутрь себя. Первое — это отделение себя от конфликта. Что мы видим во втором стихе? И потом таким образом, что они не пропускают через себя этот конфликт. Второе — это решение внутри самой проблемы. Говорит, «Изберите из себя, изнутри себя». Говорит, «Нехорошо нам, апостолам, оставить Слово, оставить своё предназначение, оставить своё служение и перейти заботиться о столах. Вы изнутри себя выберите всем человек, и мы их благословим, они будут печатись в этих словах, будут помогать вам раздавать этот хлеб». И третья ступень — это результат, какой имеется. Слово Божие росло и умножалось. Служение умножается. Идёт благословение в нашем труде. Когда мы находимся в своём месте, благословляющая рука Бога находится в том месте, где Он тебя поставил, а не там, где тебе хочется быть. Поэтому, когда нам кажется, можно решить такой вопрос, идти помогать всем, решать все проблемы, всем помогать, но ты можешь никогда не исполнить своего собственного предназначения. Ты хочешь решить все проблемы, а их нужно пройти, а не решать. Не надо просто вникать во всё, не надо во всём влазить, чтобы оно заполнило твоё сердце, твои помыслы, потому что это будет только отождествлять твоё сердце, оно станет тяжёлым и не будет таким, будет мягким для Господа. Потому что, когда мы смотрим вокруг какие-то новости, какие-то окружающие вещи, и мы думаем, оно ожесточает нас. Почему это происходит? Мы начинаем думать не о том, что есть Божье, а оставляя то, молитву, Слово Божье, исполняя своего предназначения. Так само и здесь. Бог поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, учителями. Бог поставил апостолами для проповеди Евангелия, быть посланниками, нести Божью свесть. К ним приходят ученики и говорят, вот у нас в церкви проблема, вот хлеб не раздают правильно, вот обделяют наших вдов, вашим дают, а нашим не дают. Почему? Решить эту проблему. Что делают апостолы? Они отделяют себя сразу от конфликта. Мы видим, что они говорят, решение есть внутри вас самих. Вот из себя самих выберите человека. Семь человек. Пусть пикчутся об этих столах. Мы не будем в это вникать. Они не занимают ни одну сторону, ни вторую. Они не говорят, о, действительно, почему-то еленов обделяют, а евреям дают больше. А потом они говорят, вот евреи, это дети Божьи, им так положено. Они не занимают никакую сторону, не вникают в этот конфликт, не лезут, не пускают его в свое сердце. На уровне разума они его решают, говорят, вот есть проблема, ее можно решить таким путем из себя самих выберите. нам же людям, которых Бог поставил на апостольское служение. Если Бог тебя поставил пастором церкви, это не твое дело, печчись об столах. Если Бог тебя поставил учителем, это не твое дело, делать что-то другое. Бог тебя спросит за твое служение, куда Он тебя поставил. Он тебя поставил апостолом. Нехорошо тебе оставлять слово, идти печчись о столах. Избери других диаконов. Сделай, чтобы это служение распространялось. Не хватайся за все служения и сам все сделать. не твое это дело. Бог тебя поставил на определенное служение. И в этом случае это было служение апостолов. И они говорят, нехорошо нам оставить. И решение было внутри самой этой проблемы. Они избрали семь человек, исполненных силой Божьей благодати. Это были прекрасные братья, которые сделали эту всю работу и к тому же много проповедовали и исцеляли людей. Это люди, которые были наполнены Святым Духом. Поэтому Слово Божие и росло, и умножалось. Потому что человек, который был ответственный за Слово, он не оставил свою позицию. Он не пошел решать проблему, не пошел решать этот конфликт. Он его от себя отделил, остался при своем исполнении своего предназначения, своей миссии. А церковь, она росла и размножалась, потому что на это место пришла проблема. Должно быть решение. Пусть это решение и будет внутри. Чтобы церковь Божия росла, размножалась. У каждого будет служение, у каждого будет свой труд, свое предопределение от Господа. Не надо хвататься за все. Отдай то, что не твое. Одно это служение кому-то другому. Прибыть в том, куда тебя поставил Господь. Ты знаешь, я когда читала книгу, она называет, я не помню, как она правда называется, но она как бы успешный человек, делится опытом, как он построил хорошую компанию, и она сколько лет стоит на ногах, и никакие ее не колеблят эти все экономические проблемы, все его спрашивают. Говорит, расскажите успех в вашей компании, как вам удается оставаться на плаву и так успешно вести свои дела. А он говорит, успех компании в ее единстве. Говорит, понимаете, если бы я, как глава этой компании, который создал эту компанию, построил такой холдинг, занимался только всеми делами сам, то я бы никогда не построил этот холдинг, меня бы на все этого не хватило. Но, говорит, я общался с людьми, находил способным определенно каким-то вещам, я начинал, говорит, с нуля, и ставил их на руководящие, на что они способны. Те находили способных людей в своем обществе. Я созывал людей, которые, ну, к себе я не ввел, они вели работу с остальными. Это тот же самый принцип и в церкви. Пастырь дает распоряжение, это учителя дают распоряжение своим ученикам чем-то заниматься. А всё вместе — это единство. Это как организм работает, глава, органы. Вот как я читала стих в первой передаче, что если глаз, говорит, начинает командовать руке, а нога начинает говорить, я здесь главное держу всё тело, а ухо, говорит, я ближе к мозгу, и я важнее, никогда не будет единства. А вот когда каждый подчиняется себе и помогает взаимосвязанной эти цепи, и помогает друг другу, это получается, общий организм работает правильно. И этот организм, вот есть вот эти апостолы, что они сделали. Я вот это тоже говорила, я сразу представила, ну, как женщина, я люблю сильно представлять картинки, как бы это работало. Но у меня такое бурное воображение всегда есть. И вот они, я представляю, что вот апостолы, они как глава были церкви, на тот момент им Христос, а они в тот момент для учеников, они были как глава для них. Они учили их, как строить церкви, как создавать, кому что делать. И в этой ситуации они действительно, они остаются трезвой головой, которую дают распоряжение, вот этим органам, как им правильно поступать. Это и есть действительно. «Находясь в конфликте, не быть в конфликте», это о чём мы и говорим, что они разделили эти вещи. Мы должны этим заниматься, а у вас есть способные, изберите, и пусть эти люди этим занимаются. Вот что самое интересное, я вот обращала внимание, мы уже позже перейдём на апостола Павла в следующей передаче, потому что апостол Павел, это будет очень большая у нас, как бы, передача, мы будем говорить об апостоле Павле, потому что апостол Павел больше всего нам оставил примеров, как он боролся лично со своими проблемами, со своими конфликтами. У него очень было таких много ситуаций, когда он, будучи фарисеем, савлом, очень много наделал проблем самому себе. И вот мы часто делаем проблемы самим себе, потому что мы не умеем в этих ситуациях отделять себя от конфликта. Вот о чём мы говорим? Я, у меня тоже возникла такая ситуация сейчас, и всегда, вот мы с Сашей говорили на эту тему, вот когда мы готовим какую-то определённую тему, нам обязательно надо пройти через всё это для того, чтобы говорить людям о том, как это работает. Скажи, Саша, я правду говорю? Да, особенно когда мы Иова проходили. Это были, да. Это были моменты, которые Бог испытывал. Да, вот у меня сейчас возникла ситуация, я не буду никому рассказывать, это долгая тема, но у меня тоже сейчас такая возникла ситуация, как можно себя отделить от этой проблемы, потому что действительно ситуация сейчас очень серьёзная, и я не знаю, чем она обернётся для меня. Но вот Саша мне как-то сказал, говорит, вот как раз мы говорим на тему «отдели себя от этого конфликта». Я шла, и как бы иду, и в голове, как поступить правильно в этой ситуации, потому что возникла очень серьёзная проблема. И я говорю, Господи, как мне в этой ситуации поступить? Я иду и сама, вот как ты рассказывал, да, решаю в голове проблемы, что бы я сказала, как мне сказать, как поступить в этой ситуации, как то, как то. И потом поймала себя на том, что я сама решаю свою проблему. И получается, мне нужно делать то, к чему предназначил мне Господь. Мне надо заниматься тем, что мне сказал Господь. А мне Господь говорит, не бойся, всё придай в руки мои, я позабочусь, а ты делай то, к чему я тебя призвал и к чему я тебя предназначил. И у меня вот это всё в голове, этот конфликт. Как же ж мне, это всё-таки моя проблема жизненная, и всё это будет зависеть, моя потом жизнь будет от этой ситуации. Здесь ситуация очень серьёзная. И всё моё житие на этой земле будет зависеть от этой ситуации сейчас. Я говорю, Господи, ну ты знаешь, ну ты знаешь, что я не могу её решить, эту проблему сама, потому что ситуация насколько серьёзная. Я говорю, так сказала сама себе, Господи, если я не могу эту проблему решить, зачем мне напрягать свои мысли, мои свои мозги, все свои нервы, помогая решить то, что я не могу решить. Я говорю, Господи, пусть это будет твоим решением, а меня научи принимать то, как ты решишь. Это очень тяжело, конечно, потому что ты знаешь, не знаешь, чем оно всё это закончится, и как это всё пойдёт дальше. А от этого зависит вся твоя будущность фактически земная. Я так успокоилась, я говорю, Господи, и вот ты мне тогда сказал, отдели себя от этой проблемы. И я говорю, Господи, всё, я не буду решать эту проблему больше. Я не хочу, я не могу её решить. Ты знаешь, я так успокоилась. Я только хотел сказать, пришёл ли мир в твоё сердце. Если пришёл, значит, ты действительно отделила это. Ты знаешь, ты пришёл такой, хотя я сколько в себе вот это пыталась решить, и говорила, как мне сказать, то сказать, как пойдёт, как пойдёт, чем оно закончится, а как адвокат будет, а как это, а как это. И знаешь, и так серьёзно это всё было, я настолько приняла, меня аж нервы начали трясти, знаешь, как... А потом так иду и думаю, а даёт оно мне пользу? Не даёт. А решу ли я? Не решу. А поможет ли мне то, что я нервничаю? Не поможет. А зачем оно мне это нужно тогда? Помолилась и успокоилась? Ты знаешь, так хорошо, так спокойно, когда действительно ты отделяешь себя от этой проблемы. И я сказала, Господи, я пришла своему сыну, говорю, старшему, и так и так я сказала, мама говорит, я же тебе сказал, не нервничай, не можем мы решить эту проблему, ну не можем мы сами решить. Пусть занимаются адвокаты, и Господь пусть занимается этим. Адвокаты будут свою работу делать, а Господь пусть сам вмешивается и через этих людей делает. Пусть работают прежде всего над нами. Да, и вот ты знаешь, я так всё сложила и говорю, действительно, Господи, пусть будет так, как Ты хочешь. Ты, наверное, меня просто учишь этому, чтобы даже в вот таких настолько серьёзных жизненных вопросах, чтобы я умела всё вручать в Твои руки. И как вот апостолы, у них сколько было серьёзных проблем с фарисеями, стоило их жизни. То, что они подходили и обличали фарисеев, им это стоило жизни. Потому что они знали, что это будет стоить жизни. Они не знали, чем закончится весь этот разговор. Но Господь всё делал так, как считал нужным. И использовал их так, как считал нужным. Хотел бы в конце нашей передачи подвести такой итог. Как правильно реагировать в конфликтах. Действительно, они всегда проблемы приходят, и мы не можем их все решить. Мы не можем их всех пройти. Мы не можем поменять ситуацию, мы не можем поменять окружающую среду. Но мы можем поменять нашу реакцию на неё. Мы в ответственности, сто процентов наша свободная воля, как мы отреагируем на обстоятельства. Поэтому первая ступень — это отдели себя от этой проблемы. Это самое сложное. Это включает твои эмоции, твой интеллект, твоё мышление. Это всё включает твою сущность. Твой разум должен победить, стать главенствовать. Возьми Слово Божье, чтобы оно направило твой разум и напитало тебя. Тогда ты будешь силен в Господе. Отдели себя от конфликта. Потом, чтобы этот конфликт не вошёл в тебя. Огради себя. Останься в предназначении Божьем. Не заполняй своё сердце, свой ум мусором, который отвлекает тебя. Хотя он может сегодня оказываться таким тяжёлым и необходимым для решения. Есть более серьёзные вещи, которые Бог хочет, чтобы мы сделали, которые ведут нас к вечности. Может, какие-то материальные вещи, это плохо, нехорошо. Но чтобы нам не угодить и не стать таким в позиции ананий. который захотел финансовых каких-то благословений, захотел и в духовном, чтобы быть прославленным, и в человеческой жизни хорошо пожить, везде успеть. Так не бывает. Бог проводит человека таким путём, чтобы он научился быть пригодным сосудом для Божьего использования. анания таким не смог стать. Он пустил это решение, пустил мысль. Решение разума пришло в его сердце, и то, что было в его сердце, вышло из уст его, и это убило его. Неправильная позиция человека в конфликте. Нам же нужно отделить себя от конфликта, не прикасаться к нему, оставляться в том, чтобы исполнить своё предназначение. И третье, придёт слава Божья в твою жизнь. Придёт Твоё Божье благословение. В случае с ананием это смерть. В случае с правильным пониманием вещей и доверием к Богу это жизнь, это благословение. Это будет умножение твоего служения, это будет умножение и благословение твоей семьи, твоего дома. Бог хочет благословить тебя, но Он проводит тебя путём, которым ты должен стать победителем. Именно там в разуме, где самое сложное, там есть самый ответственный момент. Победи там. И Бог благословит тебя. С вами была передача «Букет благословений». Вели её Александр и Наталья. И тему о конфликтах мы продолжим в следующей нашей передаче. Мы благословляем вас именем Иисуса Христа. Ищите Господа и разрешатся ваши конфликты с Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова